Дагестан 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 подруга говорит много надо но в рублях точная сумма я не знаю думаю миллион в пять а на что столько куплю квартиру еще одну сыну или дочери я души не асхамдуля все достаточно насколько конкретно люблю рублей месяц месяц ты я не знаю я получаю например где-то там районе 30 я счастлива у меня все баракат ахамдуля все есть на счастье денег 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 ну чтобы оплатить наверное все счета продукты 50 тысяч 50 70 чем больше тем лучше потребности с каждым разом все растут и растут то есть у вас нет определенного нет конечно чем больше тем конечно всегда так бывало нисколько счастье деньгами не измеряется да конечно счастье совсем другие вещи это мир это любовь это здоровье близких но это не деньги сколько папа скинет то есть определенная сумма нет нет а на что потратить то что папа скинет в большинстве случаев откладываю а так если мы куда-нибудь с девочками увидимся там какие-то развлечения или по учебе новые книги и тому подобное немного абсолютно они это определенная сумма какой-то нет нет а на что вы потратите эти деньги не знаю я для чего-нибудь чтобы кого-то порадовать количество салонов красоты в дагестане выросло на 20 процентов феврале 2022 года их число составляло 500 объектов на данный момент уже насчитывается около 600 таких организаций данная тенденция наблюдается во всем северном кавказе как отмечают эксперты это свидетельствует о расширении спектра услуг в регионе в сфере красоты и здоровья центр социального обслуживания махачкалы поздравил своих подопечных с 8 марта в честь праздника коллектив учреждения организовал торжество для родственниц участников слоу палестинок и многодетных мам вкусные угощения цветы и концертная программа без внимания никто не остался моя коллега салия магомедова побеседовала с гостями ей слова руманиат шамсудинова воспитывает шестерых детей самому старшему ребенку дочери 14 лет самому младшему сыну 4 года на вопрос как вы справляетесь отвечает с улыбкой лучше не спрашивайте прийти на праздник через 8 марта для нее подобно отдыху ну почти радует что нас тоже не забывает и зовут потому что в целом когда весь день дома с детьми особо нету возможности куда-то выйти у кидил гюль рамазановой в 2022 году в зоне специальной военной операции погиб супруг ариф подробностями она делиться не стала потому что рана от потери близкого человека еще свежа но отвлечься от грустных мыслей женщина все же рада и такую поддержку родственникам участников сло она считает важной это очень действительно важно для нас это поддерживает не только жены матерей детей спасибо огромное за поддержку за то что не забывайте о нас самах аль-башити прибыла в дагестан из палестины в прошлом году она врач и многодетная мама на торжество самах пришла со своими подругами люди здесь хорошие добрые красивая погода спасибо вам большое празднование международного женского дня 8 марта для 150 женщин это родственницы участников слоу палестинки и многодетные мамы организовал центр социального обслуживания города махачкалы при мин труда республики гостей порадовали вкусными угощениями цветами и концертной программой салия магомедова нурмагомед магомедов мурат биг барзов новости ннт махачкала и к другим темам в дагестанском гуманитарном институте состоялось вручение дипломов магистром теологии всего в этом году дг и выпустил свыше 30 специалистов более половины из них окончили с отличием среди выпускников директор и учителя общеобразовательных школ республики и мамы муниципалитетов госслужащие представители бизнес-сообщества и общественные деятели выпускники многих знаю коллеги как было сказано они работают от них огромная польза нужно быть на голову выше на вас огромная ответственность продолжайте в том же духе и как наш муфти отмечал даже когда нас критикуют пусть они не смогут привести какую-то вторую еще причину помимо того что мы просто работаем муфти оте дагестанские тэквондисты поборются за олимпийские лицензии алиасха промазанов и даниил сидоров выступят на международном квалифицированном турнире по тэквондо в болгарской софии соревнования станут для российских участников последней возможностью отобраться на олимпийские и пара олимпийские игры в париж призер последней пары олимпиады даниил сидоров выступит весе до 63 килограмм а чемпион мира и европы алиасха промазанов категории свыше 80 килограмм для завоевания лицензии им нужна только победа в турнире и к новостям спорта победила дружба юные футболистки из махачкала и каспийска провели товарищеские матчи приурочены к международному женскому дню мероприятие на стадионе при школе номер 59 организовала столичное управление по спорту туризму и работе с молодежью на поле вышли представительницы прекрасного пола 12 и 15 летнего возраста несмотря на неофициальный статус встреч они проходили в упорной борьбе где девочки старались проявить все свои лучшие качества я честно говоря был приятно удивлен когда увидел как наши девочки играют в футбол вообще отметил троих девочек фамилии их не помню но однако это с каспийска другая с первой школы и со школа олимп чувствую что у этих девочек большое будущее в футболе и считаю что мы должны делать все возможное чтобы шла пропаганда здорового образа жизни духовно-нравственного воспитания и так далее оба матча завершились в ничью 1 1 и 0 0 соответственно а после игр организаторы преподнесли всем участницам и их тренерам цветы и памятные грамоты то что с ним происходит даже особо не не получается назвать турниром это больше как-то вот такие товарищеские встречи то есть эти игры больше просят для того что девочки получили удовольствие от игры в дагестане в принципе очень мало турниров для девочек практически в принципе нет а и вот очень хорошо что вот именно такой праздничный день проявили турнир именно для девочек всех поощрили всех там наградили грамотами всем подарили цветы на самом деле очень приятно девчонки все счастливы получили футбол цветы праздник все супер на этом я с вами прощаюсь для вас в студии работала была ахмедова смотрите нас также в социальных сетях хороших всем новостей и приятных выходных всего доброго и до новых встреч в эфире